Задержаны первые подозреваемые в организации взрывов в центре Днепропетровска. Об этом сообщает ряд СМИ с осылкой на источники в правоохранительных органах. Напомню, посреди белого дня в городе произошла серия взрывов. Первый прогремел на трамвайной остановке. Взорвалась урна. Там как раз стоял трамвай полный людей. Взрывная волна выбила в вагоне все окна. Есть пострадавшие. Через 40 минут по такому же сценарию произошел второй взрыв. Он прогремел возле кинотеатра «Панорама». Затем появилась информация о третьем и четвертом взрывах в центральной части города. Некоторые СМИ сообщали, что взрывов было 10. Однако сотрудники Днепропетровского МЧС подтвердили только первую информацию о четырех. Четвертый взрыв предварительно произошел возле первого взрыва, с другой стороны остановки. Но никто не пострадал еще от того, что место было отцеплено. Пострадавших нет при четвертом взрыве. Характер взрыва не готов сказать пока. В приемное отделение привезли 12 человек. Пять тяжелых и остальные средней и легкой степени тяжести. Тяжелые по что? Тяжелые. У одного нашего пациента, к сожалению, оторванная рука. Пришлось ее ампутировать. Другие больные и с рванными ранами, ушибленными ранами. Им оказывается помощь. Всего во время взрывов пострадали 29 человек. Госпитализированы 26. 10 из них дети. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Теракт». В Днепропетровск срочно вылетели министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава СБУ Игорь Калинин. В городе создан специальный штаб. В него вошли лучшие специалисты МВД. Эксперты-криминалисты, взрывотехники. Местная милиция работает по сильному варианту несения службы. Центр города перекрыт. Связаться с Днепропетровском крайне сложно. По просьбе правоохранителей, мобильные операторы блокировали связь в центре города. По предположению милиции, сигналы на детонаторы взрывчаток исходят именно с мобильных. В СБУ не работает вообще. Вся остальная связь более-менее так-то можно дозвониться. Очень многие дороги блокированы. Центр города блокирован полностью перекрыт. Все урны выворачиваются, все просматриваются. Стоят по городу споры в разных местах, на всякий случай на червувании. В город не пускают машины посторонние. То есть, вот для того, что городу потянули ПТР. Президент Украины Виктор Янукович назвал взрывы в Днепропетровске очередным вызовом для всей страны. Мы подумаем, как ответить достойно, подчеркнул глава государства. Продолжение следует...